Добрый день! Позвольте мне представить себя. Меня зовут Джим Андерсон. И вот на этой фотографии вы видите меня в окружении жены и моих внуков. Я обожаю рыбалку, и у меня это успешно получается. Вот посмотрите внимательней, в правой руке это рыба, которую я поймал. Но самое лучшее, что мне удалось поймать, не это. Самый большой мой трофей — это моя жена, Лоис. Вы видите ее здесь на фотографии, а также здесь со мной в классе. У нас трое внуков. Старшего зовут Лука. Ему сейчас 9 лет. И он также приобщается к рыбалке и уже может поймать рыбу. Затем у нас есть Грэнд. Ему 5 лет. И совсем недавно у нас появилась Тори, наша внучка. Ей вот-вот исполнится 4 годика. Мы обожаем своих сыновей. Это Скотт. Он отец наших внуков. А также другой наш сын, Нейтан. Он еще не женат. Мы любим их, но порой нам кажется, что лучше было бы, чтобы сначала появились внуки. Но, конечно, вы знаете, что такое невозможно. Но у нас замечательная семья. Мы очень часто собираемся вместе. Они растут на наших глазах и преподают нам замечательные уроки. Но если говорить об уроках, я преподаю на тему субботнего покоя. И если говорить более конкретно, то я помогаю пасторам учиться отдыхать. Общаясь с пасторами в Америке, а также в других странах, скажем, в Нигерии, в России, я обнаруживаю, что для всех пасторов характерна усталость. И было даже проведено исследование. И 70% опрошенных пасторов признались, что они почти всегда чувствуют себя уставшими. Но не только они. Да, пастора постоянно окружены людьми и постоянно остается что-то несделанным. Но все из нас устают, так как мы живем в мире, в котором все куда-то спешат. Мы окружены достижениями технологии, которые присутствуют практически везде. Сотовые телефоны, компьютеры, ноутбуки, айпэды, айподы и многое тому подобное, благодаря чему мы можем работать в любой момент, практически в любом месте, и мы это делаем. Или, быть может, вы молодая мама, и у вас маленький ребенок, и вы не понаслышке знаете, каково это, растит ребенка, сколько сил и времени на это уходит, чтобы дать им все необходимое. И даже дети сегодня живут в постоянном стрессе, потому что к ним предъявляется много требований. И так можно продолжать и продолжать. Быть может, у вас не только дети, о которых нужно заботиться, но и пожилые родители, у которых также много нужд. И забота о пожилых родителях может отнимать очень много сил, и это все ложится на ваши плечи. Что ж, мы живем в беспокойном мире. Как же нам найти покой в тех обстоятельствах, в которых мы живем? И фактор усталости, он реален. И можно задать вопрос, разве не все мы устали? И нам нужен такой покой, который будет эффективней, чем просто сон или досуг. Нам нужен отдых, который будет приносить покой до глубин нашей души. И порой мы не можем найти покоя, потому что глубоко внутри у нас остаются неразрешенные вопросы. Мы ощущаем неудовлетворенность, не чувствуем себя в безопасности, жаждем успеха. И именно об этом я хотел поговорить сегодня с вами. И мы с вами будем вникать в самый известный псалом, 22-й псалом. Его многие знают наизусть, его читают очень часто, на свадьбах, на похоронах. Из всех псалмов, этот псалм, наверное, самый цитируемый и самый читаемый. Но знаете, я обнаружил, что есть два 22-х псалма. Есть оригинальный псалом, написанный давным-давно царем Давидом под вдохновением Святого Духа. И есть другой 22-й псалом, который не вдохновлен Святым Духом, но тем не менее истинен, потому что именно по нему мы живем. Это псалом трудоголика. И я хочу вам его сейчас процитировать. Я бы попросил вас взять в руки карандаш или ручку и выписать те слова, или, если у вас перед собой копию этого псалма, обвести те слова, которые характеризуют вас. Выпишите эти слова, а затем можете спросить своего супруга, супругу, или, быть может, спросите своего ребенка. Подростки могут сказать правду прямо в глаза. Спросите, что описывает вас в этом псалме трудоголика. Господь погонщик мой, я никогда не буду отдыхать. Он велит мне косить злачные пажити и вводит меня к турбинам водным. Измождает душу мою, выталкивает на совещание ради графика работы моей. Если я пойду и долиной отдыха не убоюсь, что он мне будет полноценным, чувства вины и самобичевания, они будут преследовать меня. Ты приготовил предо мною рабочий стол ввиду сотрудников моих, поместил переживания в голову мою, ежедневник мой преисполнен. Так занятость и давление досопровождают меня во все дни жизни моей, и не найду я себе покоя в Доме Господнем многие дни. Разве не характеризуют это многих занятых служителей сегодня? Но посмотрите на себя. Что характеризует вас? Может быть, беспокойство? Потому что есть что-то глубоко внутри вас, что не разрешено. Быть может, глубоко внутри вы не чувствуете удовлетворения, не чувствуете безопасности, жаждете успеха. Или, быть может, чувство вины. Вы пытаетесь отдыхать, но чувство вины не дает вам это сделать. Ведь всегда есть то, что можно сделать, или что-то, что можно улучшить, переделать. Вы чувствуете давление, напряжение, особенно в церкви, в окружении своих верующих друзей, потому что есть ожидания, которые предъявляются вам, и которые вы предъявляете другим, и много других причин, из-за чего мы не можем по-настоящему отдыхать. Но давайте вначале посмотрим на настоящий 22-й Псалом и посмотрим глазами Давида. Давид, перед тем, как стать царем Израиля, был пастухом овец. Бог его призвал тогда, когда он был занят тем, что пас овец. Мы читаем об этом в 77-м Псалме. «И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от даящихся привел его пасти народ свой, и Якова, и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Можно сказать, что так Бог готовил Давида, чтобы сделать его царем. Бог дал ему в попечение овец, чтобы он извлек определенные уроки, что поможет ему в будущем лучше пасти народ Божий в чистоте, в силе, с мудростью. Что-то есть в овцах, и если мы это поймем, то это нам поможет лучше работать с людьми. Если вы понимаете жизнь овец, то это поможет вам лучше руководить людьми. Нам не всегда нравится это сравнение, в сравнении с овцами, потому что если я овца, а мой Господь пастырь, то в каком свете все это представляет меня? Задумайтесь, Господь мой пастырь, а я лишь овечка из его стада. Но давайте посмотрим на овец. Как же они живут? Во-первых, следует отметить, что они не едят мяса. И большинство из нас захотят быть тиграми или львами, но вы выбрали более сильное животное, чтобы олицетворять собой. Но заметьте, у овец нет зубов, чтобы есть мясо. Они не приспособлены к погоне. Следует признать, что овцы не так уж быстро бегают. Они достаточно медленно передвигаются, и у них нет защитной окраски. Они белые и хорошо видны издали. Им трудно спрятаться, и хищный зверь может издалека заметить их. Нам, может, это не понравится, но овцы не отличаются большим интеллектом. Что ж, к сожалению, это так. И, к сожалению, не только для овец, но и для нас, потому что если Господь мой пастырь, то я одна из его овец. Конечно, я хотел бы быть кем-то более мужественным, сильным, но это еще не все. Если мы вникнем в жизнь овец, то признаем, что они очень зависимые животные. Они зависят от кого-то, кто сильнее их, кто быстрее их, кто умнее их, кто способен вести их, туда, где их ждет процветание, безопасность, успех. Все это зависит не от овец, а от пастыря, который ведет овец. Господь есть мой пастырь, а я одна из его овец. И если я захочу независимости, уйду от пастыря, то знаете, что произойдет? Вот посмотрите на себя. Я принес вам зеркало. Именно так мы выглядим. В Божьих глазах. Быть может, мы не такими себе кажемся, когда смотримся в зеркало, но именно такими Бог видит нас. И вот в чем суть. Если мы уклонимся в сторону от стада, пойдем своей дорогой, то, скорее всего, погибнем, станем чьей-то добычей. К сожалению, будет именно так. Я очень надеюсь, что вы это осознаете. Без пастыря, без его помощи, вы не сможете выжить. Ибо сила, защита, интеллект не в нас, но в пастыре, поэтому мы должны быть близко с пастырем. А теперь посмотрите на эти два маленьких создания. Если они останутся без пастыря, как бы ни печально это было, но они погибнут. Они оба могут уместиться в это ведро. Они слабы. Да, конечно, нам хотелось бы казаться сильными. В моей стране различные спортивные команды выбирают себе животного, с которым они будут ассоциироваться. Скажем, есть баскетбольная команда «Тигры» или футбольная команда «Львы», или, скажем, есть у нас «Пантеры». Выбираются сном хищники, которые питаются мясом, будь то орлы или епарды, но вы не услышите ни об одной спортивной команде, которая называет себя овцами. Я практически уверен, что вы такой команды не знаете. Представьте себе спортивный матч. С одной стороны команда «Львов», а с другой стороны команда «Овец». Мы зависимы, так же, как и овцы. Ведь посмотрите на самих себя. Ведь мы такие. Прежде чем понять 22-й Псалом, мы должны понять, кто мы такие. Мы зависим, очень сильно зависим от нашего пастыря, Господа Иисуса Христа. Я помню в своей жизни время, когда у меня не было мира в сердце, не было довольства, я не чувствовал себя в безопасности, не чувствовал себя успешным. И все потому, что я не смирил себя, не имел близких отношений с пастырем. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинария». Субтитры создавал DimaTorzok